Ну что, мои замечательные, всем большой привет! На связи с вами, как обычно, я, ваша преподавательница по химии Анастасия Майк. И сегодня у нас довольно-таки интересное видео. Не знаю, маленькое или большое оно получится, это уже как пойдет. Но, тем не менее, в этом ролике мы с вами разберем абсолютно все задания типа 1 из сборника Добротина. Добротин, если кто не в курсе, да, это один из составителей ЕГЭшных химов, да, поэтому сборник его 2024 года я рекомендую крайне приобрести всем, кто еще его не приобрел, из тех, кто сдает ЕГЭ по химии в этом году. Все-таки это составитель ЕГЭ, да, поэтому прорешать лишним не будет, я думаю, вы согласитесь, да. Итак, потихонечку с вами будем начинать и, соответственно, представлю для тех, кто меня еще почему-то не знает. Я уже шестой год готовлю к сдаче ЕГЭ по химии, ребят. Меня, как я представилась вначале, зовут Анастасия Майер и за все время своего преподавания я выпустила 40 стубальников, 447 ребят с 90 плюс баллов и более тысячи с 80 плюс. Ну и сама я тоже, кстати, сдала ЕГЭ по химии на сутку буквально вот в предыдущем, в 2023 году, на досрочном периоде. Все остальное, если вам интересно, можете прочитать на слайдике, а если интересно, то поехали дальше. Итак, соответственно, у меня есть очень крутой большой телеграм-канал, открытый, да, абсолютно для всех желающих. И там мы повторяем с вами разные темы, которые встречаются в ЕГЭ по химии, в том числе мы повторяем какие-то тонкости, нюансы, подводные камни, которые в заданиях встречаются, да. Мы повторяем с вами какие-то особенности оформления второй части ЕГЭ по химии и много-много чего еще в совершенно разных форматах. Это и видео, и какие-то посты отдельные, это и опросы, да, эфиры там прямые с вами периодически устраиваем, то есть много разных форматов. Поэтому крайне рекомендую подписаться, либо по ссылочке в описании к этому видео вы можете перейти и подписаться, либо по QR-коду, который видите сейчас на экране. Соответственно, там же в моем телеграм-канале наверху в закрепленном сообщении есть несколько очень крутых авторских файлов, в том числе файл по ОВР со всеми окислителями и восстановителями, их превращениями в ЕГЭ. Потому что именно вот с этим типом реакции, с ОВР-ками, наибольшее количество проблем, как правило, возникает. Итак, ну а мы с вами будем начинать. То есть задание номер один посвящено у нас строению атома и электронным конфигурациям атомов и ионов, и дает оно максимально один первичный балл. Да, ну как-никак, да, каждый балл важен нам с вами на ЕГЭ. И задание номер один. Кстати, всего в сборнике Добротина 30 вариантов, соответственно, 30 заданий номер один мы с вами будем сейчас решать. Итак, поехали. Нужно определить атомы каких из указанных в ряду элементов в основном, то есть в обычном своем состоянии, имеют электронную формулу внешнего энергетического уровня НС1. Перевожу на русский язык, нам нужно выбрать те атомы, у которых один электрон на внешнем энергетическом уровне, да. Вот этот вот верхний индекс говорит нам о количестве электрончиков, которые сидят на данном подуровне, да, то есть один электрон. Ну, значит, у кого же у нас с вами один электрон на внешнем уровне, да. Во-первых, напомню вам такую штуку очень важную, да. Количество электронов на внешнем энергетическом уровне, то есть самым далеком от ядра атома, да, на внешнем. Чаще всего это просто номер группы, в которой находятся химические элементы. Например, у водорода на внешнем энергетическом уровне один электрон. А у магния на внешнем уровне два электрона, а у люминия три электрона, а у углерода четыре электрона на внешнем уровне, да, у фосфора пять электронов, у кислорода шесть электронов, у брома семь электронов, да, у аргона восемь электронов, ну и так далее. То есть, как правило, количество электрончиков на внешнем слое, на внешнем энергетическом уровне мы с вами просто можем определить, посмотрев наверх, в номер группы. Но эта закономерность, это правило работает только для элементов главных подгрупп. Для элементов побочных подгрупп, к сожалению, оно уже оказывается нерабочим. И тут же хотел бы вам напомнить, а как вообще отличать главные и побочные подгруппы, если кто забыл. В общем-то, чтобы отличить главную подгруппу от побочной, нам просто нужно с вами посмотреть на элементы второго периода. Литий, бери, лебор, углерод и так далее. Вот под ними всегда находится главная подгруппа. Понятно? Например, вот она, смотрим на литий. Вот она через литий проходит, главная подгруппа. Соответственно, медь, серебро, золото, это уже элементы побочной подгруппы. Смотрим на бериллий. Вот через него проходит главная подгруппа. А цинк, например, кадмий, ртуть, это уже элементы побочной подгруппы. Набор смотрим. Значит, под бором находится главная подгруппа, да, а вот скандий, итрий и так далее – это побочка, да. Окей, ну, давайте, соответственно, чисто логически. Литий. Литий у нас находится в первой группе, да, в первой группе главной подгруппы. У него один электрончик на внешнем уровне, да. Посфор и азот, кстати говоря, находятся в пятой группе, значит, у них пять электрончиков на внешнем слое. Пять электрончиков на внешнем слое. Бор, соответственно, это элемент третьей группы. У него три электрона на внешнем слое, да, то есть количество электронов на внешнем энергетическом уровне. Чтобы его определить, чаще всего мы просто смотрим в номер группы. Ну, а медь, как мы уже говорили, да, медь – это элемент побочной подгруппы. И для меди, к сожалению, это правило не работает. Вот. Но тут очень важно вспомнить один нюанс. Да. У нас есть элементы, у которых происходит так называемый провал электрона в электронной конфигурации. И почему он происходит, я бы хотела вместе с вами вспомнить. Итак, давайте попробуем с вами нарисовать электронную конфигурацию меди, да. У меди, если мы на неё посмотрим, да, судя по её порядковому номеру 29, всего 29 электронов в атоме. Вот, давайте их попробуем расставить по местам, как говорится, да. Итак, эти 29 электронов. Напомню вам, как выглядят наши общежития для электронов, да, то, куда мы их будем вписывать. На первом уровне находится одна комнатушка, один S-подуровень. На втором уровне, помимо S-подуровня, также располагается P-подуровень из трёх комнаток, да. На третьем уровне, на третьем этаже нашей общаги для электронов располагается ещё и D-подуровень. Ещё и D-подуровень, уже из пяти комнат, да. Ну и четвёртый нам не прям сильно с вами нужен, честно говоря, обычно в ЕГЭ по химии, поэтому 4S-подуровня нам будет более чем достаточно. Итак, как мы с вами уже сказали, у меди 29-й порядковый номер, то есть всего в атоме меди 29 электронов. Вот, давайте эти электроны заселять в нашу электронную конфигурацию. Поехали! Итак, снизу вверх, с первого этажа начинаем заселение, как в любой общаге. Электрончики обозначают стрелочками, не забываем, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Едем на третий этаж. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать электронов заполнили. Очень важный момент, который хочу вам напомнить. После того, как мы заполнили 3P-подуровень, казалось бы, логично заполнять 3D, но нифига подобного. Мы едем сначала на 4S, и только после него заполняем 3D. Итак, вот тут мы закончили заполнять 18 электронов, едем на 4S. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Вот такая, по сути, да, 29 электронов заселили, меди. Ну, собственно, вот такая конфигурация у нее должна быть. Правда ведь? Но присмотритесь внимательно на 3D-подуровень, да? Вот как будто бы очень сильно вот здесь вот не хватает одного единственного электрончика для того, чтобы конфигурация на 3D-подуровне была симметричной, гармоничной, красивой, а значит, более устойчивой. Вот когда у нас с вами на 3D-подуровне, да, когда на D-подуровне не хватает ровненько одного электрона для симметрии, этот электрон всегда спускается сверху. Вот так вот, вот отсюда вот так, бам, и все, да? И теперь все, ой, господи, теперь все счастливы, все рады, да? Вот, потому что меди на 3D-подуровне теперь уже гораздо более симметричная, да, а значит, устойчивая для нее конфигурация. Вот, такая ситуация, когда у нас электрон проскочил с 4S-подуровня, в данном случае, на 3D-подуровень, да, называется провалом электрона, потому что электрон как бы провалился с четвертого этажа на третий, да? По-другому это называется еще проскок электрона, да? То есть, как мы с вами видим, на внешнем уровне у меди остался всего один электрон из-за того, что второй провалился вниз, правильно? Поэтому у меди тоже один электрон на внешнем слое. Вот такая вот интересная штучка, да? То есть, давайте сделаем с вами крайне важный вывод. У кого один электрон на внешнем слое? Ну, во-первых, у элементов первой А-группы. Это вот водород, литий, натрий, калий, рубит, цези, франций, да? Вот у них один электрон на внешнем слое. И также один электрон на внешнем уровне имеют те, у кого провал электрона, как у меди. Это, например, хром, это, например, серебро, да, золото. Вот, редко когда встречается что-то еще. Вот это вот прям самое-самое главное, самое основное, да? То есть, у них из-за провала электрона, из-за того, что один из двух электронов провалился вниз, на внешнем уровне остается всего один-одинешник электронов. И поэтому, соответственно, мы выбираем с вами варианты ответа 1 и 4. Правильно я говорю, да? Вот, нам нужно было выбрать, у кого на внешнем энергетическом уровне один электрон. Это литий, элемент первой группы, и медь, у которой провал электрона. Окей. Теперь нам нужно выбрать, у кого из указанных атомов, значит, 7 валентных электронов. Да, 7 валентных электронов. Ну, собственно, валентные электроны, если говорить крайне простым таким, да, может быть, где-то даже грубым языком, валентные электроны – это самые активные, самые движовые электроны атома. Это вот те электроны, которые участвуют в образовании химических связей. Это те электроны, которые участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, да, в которых происходит передача электрончиков от одного атома к другому. Вот, то есть это самые активные, самые движовые электроны. Вот, и как правило, да, как правило, значит, валентные электроны – это те же электроны, что и электроны внешнего слоя. Но это правило работает только для главных подгрупп, да, только для А подгрупп. Вот, давайте с вами, соответственно, посмотрим. Фосфор. Фосфор. Находится у нас с вами в пятой группе, значит, у него пять электронов на внешнем слое, они же валентные электроны. Пять электронов, да. Соответственно, натрий. Натрий – это элемент первой А-группы, то есть у него один внешний электрон, он же один валентный электрон. Далее, соответственно, хлор. Хлор – это элемент седьмой группы, главной подгруппы, да, главной подгруппы, поэтому для них, для всех выполняется вот это вот правило. У него семь электронов на внешнем слое, они же валентные электроны. Семь валентных электронов. То есть, как правило, да, валентные и внешние электроны – это одни и те же электроны, как правило. Соответственно, сера. Сера. Сера находится у нас в шестой группе главной подгруппы, то есть у нее шесть электронов на внешнем слое сидит, а ниже шесть валентных электронов. Ну и остается у нас с вами только марганец. В принципе, данное задание легко сделать методом исключения. Согласны со мной, да? То есть нам нужно выбрать элементы, у которых семь валентных электронов. Это явно не фосфор, не натрий и не сера. Поэтому остается вариант ответа 3 и 4. Марганец – это элемент побочной подгруппы, да, то есть B. Поэтому для него вот эта закономерность не работает. Вы меня спросите, а как же тогда определять валентные электроны у побочных подгрупп? Ну, давайте поиграемся. Давайте поиграемся. Марганец, да, у нас? Марганец, товарищ, у него 25 электронов в атоме всего. Всего в целом, да, потому что 25-й порядковый номер. Ну, давайте попробуем как-то это зарисовать. Ой, ой, стерла, как обидно. Ну, ладно. Не хотелось просто, да, заново рисовать, понимаете? Так, ну, ладненько. Соответственно, Марганец, да, нам с вами нужно нарисовать. У Марганца, как мы уже с вами сказали, так как 25-й порядковый номер, всего у него 25 электронов в атоме. Вот сейчас мы эти 25 электронов будем заселять снизу вверх, как обычно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восьмнадцать. Очень хочется дальше заполнять 3D, но ничего подобного. Сначала 4S. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Вот она, наша замечательная конфигурация Марганца. Собственно, у Марганца, как вы видите, на внешнем четвертом уровне находятся два электрона. То есть у него два электрона на внешнем уровне. Два электрона. Да? Сколько же у Марганца валентных электронов? Дело всё в том, что для элементов побочных подгрупп валентные электроны – это внешние плюс предвнешние те, которые сидят на D подуровне. То есть это вот эти вот электроны вместе. Да? Те, которые внешние, плюс те, которые сидят, посиживают на D подуровне. Два плюс пять. Семь. Семь валентных электронов. Понятненько? Поэтому, видите, они у него не совпадают. Вот, собственно, как-то так. Да? Ну, ядненько. Поехали с вами дальше. Итак, теперь нам нужно определить, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном, то есть в своём обычном состоянии, имеют сходную конфигурацию внешнего энергетического уровня. Ну, собственно, поехали. Да? Сходную конфигурацию. Что же такое сходная конфигурация? Ну, давайте-ка посмотрим. Итак, и чтобы понять это, я вам предлагаю зарисовать внешний уровень у атома хлор и внешний уровень у атома тора. Итак, значит, значит, фтор и хлор. Ну, собственно, да, фтор у нас находится с вами во втором периоде, правда? То есть у него всего в атоме два энергетических уровня, два слоя с электронами, да? Два слоя с электронами. Вот такие. Да? То есть второй, соответственно, внешний для него. Второй внешний. Значит, и у фтора, так как он находится в седьмой группе, всего на внешнем уровне сидит семь электронов, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть вот такая у фтора конфигурация внешнего уровня. Это всем понятненько, да? То есть ещё раз. Фтор находится у нас во втором периоде. Это говорит нам о том, что у фтора в атоме всего два слоя с электронами. Раз, два, и всё, да? То есть два слоя с электронами, два энергетических уровня. Значит, и на втором, то есть внешнем уровне у него сидит, судя по номеру группы, семь электронов. Вот мы их изобразили. То есть если кратко писать, то у фтора конфигурация какая? Два с два, два электрончика, два п семь. Два п, ой, пять, прошу прощения, всё уже, да? Спойлер. Два п, пять. Значит, что касается хлора. Хлор у нас с вами находится в третьем периоде. То есть для него три уровня существует, да? Три энергетических уровня. И третий, соответственно, внешний. И третий внешний. Значит, хлор тоже находится у нас в седьмой группе, то есть у него тоже сидит семь электрончиков на внешнем слое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть конфигурация у хлора выглядит как. Так, три с два, на три с под уровень сидит два электрона, три п, пять, на п под уровень пять электронов. Присмотритесь внимательно к этим конфигурациям, да? Два с два, два п, пять, три с два, три п, пять. Ну, то есть, по сути, грубо говоря, одно и то же, единственное, чем отличаются эти конфигурации, это, соответственно, вот внешним уровнем. Да, у фтора всего два уровня с электронами, поэтому второй внешний, а у хлора три, поэтому третий внешний. Вот такая ситуация и называется, соответственно, схожими конфигурациями, да? Вот такие нам и нужно с вами выбрать. Ну, лядненько. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, что... Почему у них схожие конфигурации? Да потому что у них просто одинаковое количество электронов на внешнем уровне сидит. У фтора семь и у хлора семь, да? Вот, поэтому давайте попробуем с вами определить количество электронов на внешнем слое для каждого из вот этих атомов. Поехали. Погнали. Соответственно, фосфор у нас с вами находится в пятой А-группе, то есть у него всего пять электронов на внешнем слое. Фера находится в шестой А-группе, то есть у нее на внешнем слое сидит шесть электронов, да? У фтора, как мы уже сказали, семь он в седьмой группе. У бария, так как он находится во второй группе, два электрончика на внешнем слое. И, соответственно, сколько у титана? Вопрос. Да, давайте с вами титан найдем. Если вы по элементу второго периода, то есть по углероду, проверите, то вы убедитесь в том, что титан – это элемент побочной подгруппы. Поэтому давайте попробуем его зарисовать, да, зарисовать его конфигурацию. Итак, соответственно, 22-й порядка в номер у титана, поэтому у него в атоме всего-навсего 22 электрона. 22 электрона у титана. Ну, давайте попробуем зарисовать. Погнали. 22 электрона заселяем в нашу общагу для электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, когда-нибудь я буду красиво обязательно рисовать. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дальше не забываем, мы не на 3D, а на 4S идем заполнять. Да, 19, 20, 21, 22. То есть вы можете заметить, что на внешнем уровне у титана два электрона. Да, два электрона на внешнем уровне. Точно так же, как и у бария. Поэтому вот у них будут схожие конфигурации внешнего энергетического уровня. Да, NS2. То есть N – это номер уровня, и два электрона на S. Орбитальки на S-под уровне. Все, все. В принципе, у элементов побочных подгрупп в основном два электрона сидит на внешнем слое. И тяга. Поехали дальше. Дальше задание вот такое вот чуть более интересное. Нужно определить катионы, каких из указанных в ряду элементов, имеют электронную формулу, совпадающую с электронной формулой атома неона. И вот тут на этом номере я хотела бы вам напомнить один очень, на мой взгляд, важный момент. И для того, чтобы его как-то иллюстрировать, я хочу вам показать, да, показать, конфигурацию натрия, хлора и, соответственно... Нет, не хлора. Давайте вот так вот. Давайте я вам покажу конфигурацию фтора, неона и натрия. Вот. Зачем и почему, сейчас все поймете. Зачем и почему, сейчас все поймете. Итак, ну поехали. Соответственно, начнем с вами, наверное, с фтора. У фтора, судя по его порядковому номеру, всего в атоме суммарно, да, 9 электронов. Вот, давайте его электронную конфигурацию соорудим. 9 электронов у него всего, да. И судя по тому, что фтор находится во втором периоде, у него всего 2 слоя с электрончиками. Поэтому дальше мне рисовать не нужно. Итак, как мы сказали, у фтора 9 порядковый номер, да, то есть 9 электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так выглядит конфигурация атома фтора, да. Давайте попробуем теперь зарисовать конфигурацию атома натрия. Натрия. У натрия, судя по его порядковому номеру, 11 электронов в атоме. Вот, давайте, соответственно, их зарисуем. И также натрий находится в третьем периоде, поэтому у него уже, в отличие от тора, три слоя с электронами. Да, три слоя с электронами. РС, ДИВА и три. Ну, собственно, поехали, да, рисуем натрий. Как мы сказали, у него 11 порядковый номер, то есть всего 11 электронов мы будем сюда заполнять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, 11. Вот так вот выглядит, соответственно, конфигурация натрия. Ну и последнее, соответственно, это конфигурация неона, у которого, судя по порядковому номеру, 10 электронов. Десять, да, то есть у фтора девять, а у неона на один больше. Да, а у неона на один больше. Десять. Это вот девять электронов, я просто перекопировала фтор, да, а у неона их десять, вот так. Это не он, это не он. Ну и давайте теперь внимательно посмотрим на эти конфигурации и вспомним одну крайне и крайне важную вещь. Дело в том, что каждый атом по жизни стремится приобрести идеальную, полностью завершенную электронную конфигурацию. Да, идеальную. Для того, чтобы, например, фтору приобрести идеальную, полностью заполненную конфигурацию, ему не хватает всего какого-то несчастного одного электрона. Да, вот сюда вот. Если фтор, соответственно, примет этот электрон, так как электрон это заряженная, отрицательно заряженная частица, у фтора будет заряд минус. Да, потому что он примет отрицательно заряженную частичку себе. Правда ведь? То есть, вот, натрию же, чтобы, соответственно, добраться до идеальной, полностью завершенной конфигурации, достаточно, вот конфигурации неона, кстати, да, ему достаточно выгнать из своей конфигурации, да, из своего атома вот этот вот один никчевный электрончик. Если натрий его выгонит, то у него будет вот такая же конфигурация, как у неона. Идеальная, да. Да, натрий, когда он, соответственно, лишится своего электрончика, своей отрицательно заряженной частички, отдаст свой минусик, он превратится в катион натрия плюс, да. Вот, собственно, как-то так. Ну, а у неона, если вы внимательно посмотрите, у него уже и так идеальная электронная конфигурация, да. Поэтому давайте сделаем с вами вывод, да. Неон и все, кто стоит с ним в одной группе, в одной подгруппе, это элементы, которые называются благородные газы, или по-другому инертные газы, да. И как мы уже только что, например, неона увидели, они имеют идеальные электронные конфигурации, полностью заполненные, завершенные, электрончик к электрончику, все спарены, все довольны, да. То есть вот эти вот элементы имеют идеальные электронные конфигурации, и к ним стремятся все остальные элементы. Они хотят быть как вот эти вот айдолы, понятно, да. Вот, поэтому, например, фтор, для того, чтобы приобрести электронную конфигурацию неона, да, он своровал у кого-то и принял себе один чей-то электрон, да, превратился во фтор-минус, так как принял отрицательно заряженную частичку. А натрий, чтобы его конфигурация стала идеальной, чтобы она превратилась в конфигурацию неона, он отдал вот этот электрон, сидящий на третьем этаже, и теперь у него такая же конфигурация, идеальная, как и у нашего благородного газа, да. Он отдал один электрон, одну отрицательно заряженную частичку, поэтому стал натрием плюс, катионом. Отрицательно заряженные частицы – это анионы, да, вообще, в принципе, приставка «а» или «ан» – это отрицание, да, поэтому это отрицательно заряженные частицы, а положительно заряженные частицы называются катионы, правда ведь? Вот, ну и, собственно, как правило, атом стремится к ближайшему по порядковому номеру благородному газу, да, к ближайшему, который в таблице Менделеева рядом с ним находится. Вот, исходя из этого понимания, давайте с вами сделаем наше задание. Первое, что я хочу сказать, это катионы в основном сломаны образовывать металлы, так мы только что видели на примере натрия, да, поэтому углеродный азот, в принципе, можно вычеркнуть в целом, да, поэтому углеродный азот, в принципе, можно вычеркнуть. Вот, не металлы, точно так же, как и фтор, в основном образуют анионы. Итак, алюминий, литий и магний. Давайте посмотрим на них табличку Менделеева. Алюминий, литий, магний. Ну, собственно, смотрим. А какой самый ближайший благородный газ по порядковому номеру к литию? Ну-ка, давайте. Какой самый ближайший по порядковому номеру газ, значит, благородный к литию? У лития порядковый номер три, то есть у него три электрона всего в атоме, да. Да, ближайший по порядковому номеру к нему благородный газ – это гелий, у которого второй порядковый номер, то есть всего два электрона в атоме, да, три и два. Вот они, ближайшие друг к другу, да. Соответственно, чтобы литию, да, чтобы литию приобрести конфигурацию гелия, ему нужно всего лишь отдать один свой электрон, да. Если литий отдаст один электрон, то у него будет два электрона так же, как и у гелия, и он приобретет его конфигурацию, понятненько, да. Но нам с вами нужно, да, выбрать те атомы, катионы которых имеют конфигурацию не гелия, а неона, поэтому литий нам, прости, литий не подходит, да. Ну и методом исключения остается, получается, остаются варианты один и три – алюминий и магний. Давайте проверим. Действительно, к магнию и алюминию двенадцатый и тринадцатый номер, соответственно, ближайшим благородным газом по порядковому номеру является неон, десятый, да. Магнию, у которого двенадцатый порядковый номер, то есть двенадцать электронов в атоме, чтобы добраться до конфигурации неона, нужно всего лишь отдать два своих электрона, да. Тогда он, соответственно, приобретет, тогда у него будет столько же электронов, как у неона, и такая же конфигурация, как у неона, соответственно, да. Вот. Ну а алюминию, у которого тринадцать электронов, нужно отдать три электрона, чтобы стать таким же крутым, как неон. Вот, в принципе, это и все. То есть ближайшим благородным газом по порядковому номеру магнию и алюминию является неон, поэтому они именно конфигурацию неона будут перепрыгивать. Итак, едем с вами дальше. Теперь нам нужно определить, атомы каких из указанных ряду элементов в основном, то есть обычном своем состоянии, на внешнем уровне содержат 1p электрон. Ну, давайте раз такая пляска пошла, немножко с вами порисуем еще конфигурации. Итак, соответственно, как будет выглядеть конфигурация бора? Бора. У бора, судя по порядковому номеру, 5 электронов всего. Бор, 5 электронов. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот будет выглядеть его конфигурация. И как вы видите, на p под уровнем у него сидит действительно только 1 электрон. 1p электрон. То есть бор нам с вами действительно подходит. Ну и давайте теперь, так сказать, вспомним, в чем прелесть таблицы Менделеева. Дело все в том, что те элементы, которые располагаются друг под другкой, да, в одной группе, в одной подгруппе, они крайне похожи по своим электронным конфигурациям. То есть аналогичная электронная конфигурация тоже с одним p электроном будет у алюминия. Понятненько, да? Вот, собственно, как-то так, да. Не зря же они стоят друг под другом прям, да, в одной группе, в одной подгруппе. У них действительно схожие электронные конфигурации. Поэтому что у гора, что у алюминия будет НС2НП1, да, то есть 1p электрон. Вот, в принципе, это и все. Ну, и дальше можно и не смотреть. 1, 2. Дальше поехали. Теперь нужно выбрать атомом каких из указанных в ряду элементов в основном, то есть в обычном состоянии, до достижения конфигурации благородного газа не хватает одного электрона, да. Не достает одного электрона. Ну, и давайте с вами, соответственно, чисто логически посмотрим с самого начала на водород, да. Вот сверху вниз пойдем. Итак, водород. У водорода первый порядковый номер, то есть у него всего лишь один одинешенек электрон в атоме, да. Какой к водороду ближайший благородный газ по порядковому номеру? Ближайшим благородным газом для водорода является гелий, у которого второй порядковый номер, то есть всего у него два электрона, да. Чтобы водороду завершить свою конфигурацию, да, заполнить ее полностью, да, сделать ее такой же крутой, как у гелия, ему не хватает действительно одного электрона, да. Если водород примет один электрон, то у него станет два электрона и будет у него конфигурация, как у гелия. То есть водороду не хватает одного электрона, водород нам подходит. Едем с вами дальше, коллеги. Сера. Сера. Смотрим на нее, да. Значит, сера 16-й порядковый номер имеет, то есть у нее в атоме 16 электронов, согласны? Ближайший к серии благородный газ, судя по порядковому номеру, это 18-й аргон, да. Ну, явно не неон, да, у сера 16-й порядковый номер, у неона 10-й, 16-й, 10-й, далеко слишком. А вот аргон, у которого 18-й порядковый номер, то есть 18 электронов в атоме, уже поближе, согласны? Вот, чтобы серия сделать свою конфигурацию такой же крутой, как конфигурация аргона, ей, как вы видите, не хватает двух электронов, поэтому сера нам не подходит. Едем с вами дальше. У нас на очереди йод. Ищем йод. Йод у нас имеет 53-й порядковый номер, то есть у него в атоме всего 53 электрона. И ближайшим к йоду благородным газом, вы видите, является ксенон, у которого 54-й порядковый номер, то есть 54 электрона. У йода 53, у ксенона 54. То есть, как вы видите, йодику не достает, не хватает одного электрона до завершения своей оболочки. Да? Подходит. 1, 3. Едем дальше. Теперь нам нужно определить, атомом каких из указанных вреду элементов в основном состоянии до завершения внешнего электронного слоя опять не достает одного электрона. Ну, собственно, давайте тут выведем с вами некоторую закономерность, если можно ее так назвать. Да? У нас с вами у благородных газов в основном сколько электронов на внешнем уровне? 8. Да? Ну, кроме гелия, у которого всего 2 электрона. Согласны? У неона 8 электронов, у аргона 8 электронов, у криптона 8 электронов, да, ксенона, радона и так далее. Почему у них 8 электронов на внешнем слое? Да потому что они находятся в 8 группе, и все. То есть у благородных газов 8 электронов в основном. Вот. Нам нужно выбрать с вами элементы, которым не хватает одного электрона до наших благородных газов. То есть, по сути, нам нужно выбрать элементы, у которых 7 электронов, да, не хватает одного. А у кого у нас 7 электронов на внешнем слое? У элементов 7 группы. Это фтор, хлор, бром, йод, астат. Они находятся в 7-й А группе, то есть у них 7 электронов на внешнем слое. Не хватает до 8, до благородных газов как раз одного электрончика. Бром, хлор, да. Вот они, наши замечательные варианты ответа. Это 1-3. Так, едем с вами дальше. Теперь нужно выбрать 2 элемента, катионы которых имеют электронную конфигурацию атома аргона. Да, да, катионы которых имеют электронную конфигурацию атома аргона. Ну, давайте посмотрим, да. Значит, ну, во-первых, мы с вами уже условились, да, что катионы в основном образуют кто? Металлы, металлы, да. А анионы образуются в основном неметаллами. Правда ведь? Неметаллы. Вот, то есть фтор, как неметалл, будет образовывать аниончик. Так, хорошо, замечательно. Из оставшихся 4-х вариантов ответа давайте выберем, соответственно, то, что нам нужно. Итак, сначала, значит, посмотрим более привычные элементы главных подгрупп. Кальций, калий, магний, да. Кальций, калий и, соответственно, магний. Давайте начнем с магния, да. Соответственно, магний, магний. Ой. Имеет у нас с вами 12-й порядковый номер, то есть у магния 12 электронов в атоме, да. Какой к магнию ближайший по порядковому номеру благородный газ? Вот у магния 12-й порядковый номер, а самый ближайший к нему благородный газ, это кто? Это 10-й неон. Согласны? Это 10-й неон. Вот. Поэтому, соответственно, магнию нужно отдать 2 своих электрона, чтобы у него, как и у неона, было 10 электронов и была полностью идеальная завершенная, значит, электронная конфигурация. То есть магний будет стремиться к неону, да, его конфигурация будет стремиться к неону, а никак не к аргону. Поэтому магний нам точно не подходит. Теперь давайте посмотрим на калий и кальций, которые у нас остались, да. Значит, калий имеет 19-й порядковый номер. 19-й порядковый номер. То есть у него 19 электронов в атоме, да. Какой ближайший к калию по порядковому номеру благородный газ? Вот у калия 19-й порядковый номер, а у ближайшего благородного газа, у аргона, 18-й. 18 электронов, да. То есть калию нужно, чтобы приобрести конфигурацию аргончика, всего лишь отдать 1 электрон, да. У калия 19 электронов, если он отдаст 1, то будет 18, так же, как и у аргона. И тогда у калия будет идеальная электронная конфигурация. То есть действительно калий образует катион с конфигурацией аргона, как нам, соответственно, и нужно. Поэтому калий нам подходит. Дальше. Теперь остается у нас с вами последний металл. Это кальций. Кальций имеет 20-й порядковый номер, да. То есть у него 20 электронов атомия. Какой ближайший, значит, к кальцию благородный газ? У кальция 20-й порядковый номер, а у ближайшего благородного газа 18-й, да. 18-й. То есть, как вы видите, кальцию всего лишь нужно отдать 2 электрона, чтобы приобрести конфигурацию аргона. Вот. Так как кальций тоже будет образовывать катион с конфигурацией аргона, да, это ближайший к нему благородный газ, как мы проверили, ну, собственно, он нам подходит, да. То есть ближайший благородный газ не по там номеру периода, да, не по номеру периода, а по порядковому номеру. Кальций 20-й, а к циферке 20-й ближе всего у нас 18 из всех благородных газов, да. То есть это ближайший к кальцию благородный газ. Так, хорошо, едем с вами дальше. И теперь нам нужно определить, атомы каких из указанных в ряду элементов в обычном своем состоянии содержат одинаковое количество неспаренных электронов. Неспаренные электроны это вот такие, да, то есть те, которые одни-одинешеньки, короче говоря. Ну, давайте с вами посмотрим и порисуем немножечко конфигурации, начиная с самых маленьких атомов, чтобы много времени не тратить. Итак, начнем с водорода, да, это самый первый химический элемент, у которого, судя по порядковому номеру, всего лишь один электрон в атоме, да, один электрон, раз. Вот так вот выглядит конфигурация водорода. То есть у водорода у нас с вами один неспаренный электрон, видите, вот он, один неспаренный электрон, одинокий, да. Далее давайте нарисуем с вами, ну, например, углерод. Углерод, да, пойдем по порядку. У углерода у нас с вами шестой порядковый номер, то есть у него в атоме шесть электронов. Вот, давайте их заселим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как вы видите, у углерода два неспаренных, два одиноких электрона. Дальше поехали по порядку. Кислород. Или кто у нас дальше? Четвертая группа углерода, да, пятая группа азот. Давайте азот нарисуем. Азот. Так, у азота седьмой порядковый номер, как вы видите, то есть всего семь электронов атома. Погнали. Семь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Три одиноких, три неспаренных электрона у атома азота. Окей. Кислород следующий у нас идет, да. Кислород. Кислород восьмой порядковый номер имеет, то есть у него в атоме восемь электронов. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Два. Видите? Раз, два. Два неспаренных электрона. Да, у кислорода два одиноких электронов. Точно так же, как и у атома углерода. Поэтому ответ в этом задании, конечно же, три-четыре. Кальций уже не имеет смысла рисовать. У нас с вами два варианта ответа, правда, весь в первом задании всегда. Дальше, поехали. Нужно определить у атомов, каких из указанных в ряду элементов валентные электроны находятся как на S, так и на D подуровнях. Вот эта формулировка на самом деле, как правило, говорит о том, что вы решите это задание, если вы знаете, как его решать за одну секунду. Значит, мы уже с вами видели на примере марганца, если вы вспомните в самом начале ролика, да, мы марганец рисовали с вами. Вот у него валентные электроны были как на S подуровне, так и на D подуровне, да, потому что марганец это элемент побочной подгруппы. А значит, D элемент. Все элементы побочных подгруппы это всегда металлы, и это всегда D элементы. И это всегда D элементы. И у них всегда электроны валентные, как мы видели на примере марганца, находятся как на S, так и на D подуровне. То есть, короче говоря, вот эта вот формулировка намекает нам на то, чтобы мы выбрали элементы побочных, побочных подгрупп. Вот и все. Поэтому давайте их выделим и найдем, кто из них в главной, а кто в побочной находится. Кремний, железо, олово. Это только уберем, да. Значит, кремний, железо, олово, плюмбу, свинец и хром. Да. Вот из этих, соответственно, пяти элементов давайте смотреть, кто там находится в главной подгруппе, а кто в побочной. Да. Как я вам уже сегодня показывала, главную подгруппу легко определять по элементам второго периода. Вот их всегда пересекает главная подгруппа. То есть, в главной подгруппе у меня тут углерод, да. Значит, кремний, германий, олово, свинец. Это все тоже элементы главной подгруппы. Кремний, олово, свинец. И методом исключения у нас остаются варианты 2 и 5. Это железо и хром. И действительно, действительно, железо и хром, они у нас не попадают под элементы второго периода, да. То есть, это элементы побочных подгрупп. Вот. То есть, еще разочки, если вам достается такая формулировка, просто выбирайте элементы побочных подгрупп. Потому что элементы побочных подгрупп это всегда металлы, которые являются D элементами. Поэтому у них валентные электроны как на S, так и на D подуровнях расположены. Итак, окей, дальше. Теперь нам нужно сказать, атомов каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии до достижения конфигурации благородного газа не достает одного электрона, да. Как мы с вами уже, коллеги, сказали, да. У благородных газов, кроме разве что самого первого гелия, у которого всего 2 электрона в атоме, да. У благородных газов у нас, так как они находятся в 8 группе, 8 электронов на внешнем слое, да. А у элементов 7 группы, главной подгруппы, 7 электронов на внешнем слое, да. Вот именно им и не достает, как вы видите, одного электрона до благородных газов. То есть это фтор, хлор, бром, йод, астат. Вижу фтор, вижу йод. Поэтому 1-3 вариант ответа. Дальше. Теперь нужно выбрать атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии на внешнем уровне содержат 1 неспаренный электрончик. Ну, давайте смотреть. Кто же у нас содержит 1 неспаренный электрон? Ну, поехали. Предлагаю вам немножечко отвлечься и порисовать, да. В принципе, на самом деле, для того, чтобы быстро решать первое задание, я вам вот прям от души рекомендую порисовать конфигурации, да, атомов элементов первых 4-х периодов, да. И вам за глаза этого навсегда хватит. И навык у вас этот быстро разовьется, понимание электронных конфигураций. Будьте быстро первое задание решать всегда. Предлагаю нефрома начать, потом поймете почему. А с фосфора, да. Итак, соответственно, фосфор. Фосфор у нас находится... А, неважно. Фосфор у нас с вами 15-й порядковый номер имеет, то есть у него всего 15 электронов атома. Для выполнения такого задания не обязательно рисовать конфигурации, но давайте порисуем, чтобы навык как-то развивать. Итак, 15 электронов фосфора. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Вот так вот выглядит конфигурация фосфора. Нам что нужно выбрать? У кого на внешнем уровне один неспаренный электрон? Как вы видите, у фосфора 3 одиноких, 3 неспаренных электрона, поэтому, к сожалению, фосфор вылетает. Он нам не подходит. Дальше у нас идет алюминий. У алюминия 13-й порядковый номер, да. То есть давайте чисто логически. У фосфора 15-й порядковый номер, 15 электронов. А у алюминия 13-й порядковый номер. То есть 13 электронов, да. Это, соответственно, вот так. Все. Понятненько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. На два меньше, чем у фосфора. Вот. И как вы видите, у алюминия на внешнем уровне действительно один неспаренный электрончик. Один одинокий электрон. Поэтому алюминий нам подходит. Дальше едем бериллий. Бериллий. Соответственно, четвертый порядковый номер. То есть у него всего 4 электрона на внешнем слое. Правда ведь? Бериллий. 4 электрона на внешнем слое. Раз и два, и три, и четыре. У него вообще нет неспаренных электронов. То есть ноль. Он нам не подходит. Соответственно, сера. Поехали дальше. У сера 16 электронов. Да. Вот давайте заполнять. Судя по порядку ему номеру. Итак, 16 электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Едем на третий этаж. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. У сера два неспаренных электрона. Два одиноких электроничка. Нам сера не подходит. Ну и чистым методом исключения нам подходит кром. Поэтому вариант ответа один-три. Почему же кром нам подходит? Меня спросите. В самом начале мы с вами говорили про такое интересное явление, как провал электрона. Когда один из двух электронов, да, сидящих на внешнем уровне, проваливается вниз, для того, чтобы сделать там внизу конфигурацию более идеальной, более симметричной, более устойчивой, да? И мы с вами говорили, у кого провал электрон-то осуществляется в атоме? У меди, крома, серебра, золота в основном, да? Два металла на С, два металла на А. Вот. То есть у этих металлов, из-за того, что у них провал электрона, да, то есть один из двух электронов сверху провалился вниз, у них только один электрон остается на внешнем уровне. Вот. Поэтому на внешнем уровне у хрома только один электрон, один неспаренный электрон, как нам и необходимо по условию задания. Дальше нужно определить в тринадцатом номере, в тринадцатом варианте, да, атомы каких из указанных предоэлементов в основном состоянии содержат одинаковое число неспаренных электронов. Ну, собственно, я бы сразу из этого рядочка вычеркнула гелий. Почему? Да потому что гелий, товарищи, это же благородный газ. То есть у него какая? Идеальная, полностью заполненная электронная конфигурация. Все электроны у него спаренные, да, идеальная конфигурация. То есть неспаренных электронов у него нет вобще. Так. Дальше поехали. Дальше, чтобы не запариваться и не рисовать вот такие вот полные конфигурации, да, как мы это с вами делали, я вам предлагаю порисовать только внешние уровни, которые нам здесь, по сути, понадобятся. Итак, ну давайте попробуем зарисовать внешний уровень калья, да, калья. Итак, калья находится у нас с вами в четвертом периоде. Это говорит нам о том, что, значит, у калья всего четыре энергетических уровня, да, четыре слоя с электронами, грубо говоря. Раз, два, три, четыре, да, большой такой ад. Четыре уровня с электронами. То есть четвертый для калья – это внешний. И на внешнем уровне у калья, да, судя по тому, что он находится в первой группе, сидит один электрон. Номер периода – это количество слоев с электронами, да, то есть у калья четыре слоя с электронами, четвертый – это внешний его, внешний. И, собственно, потому что калья находится в первой группе, главной подгруппе, у него на внешнем уровне один электрон. То есть вот так вот выглядит конфигурация внешнего слоя у калья, да. Один неспаренный электрон. Окей, дальше. Кислород давайте посмотрим с вами. Кислород. Нарисуем, опять же, только внешний слой. Значит, кислород у нас находится с вами во втором периоде. Это нам говорит о том, что у кислорода два слоя с электронами, и второй, соответственно, внешний. И второй внешний. Вот его и будем заполнять. Внешний слой. Итак, на этом внешнем слое у кислорода, как у элемента шестой А-группы, будет сидеть логично шесть электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот выглядит конфигурация внешнего уровня у кислорода. Соответственно, как вы видите, два неспаренных, два одиноких электрона у него, да. Дальше рисуем углерод. Углерод. Да, ну углерод точно так же, как и кислород, находится во втором периоде. То есть у него точно так же два слоя с электронами. Значит, и на внешнем слое, как мы видим, да, у него сидеть будет четыре электрончика, потому что углерод у нас находится с вами в четвертой А-группе. Раз, два, три, четыре. Точно так же, как и у атома кислорода, у углерода, как вы видите, всего два неспаренных, два одиноких электрона. То есть вариант ответа здесь будет три-четыре. У атома кислорода и углерода одинаковое количество неспаренных электронов по две штучки, да. Дальше поехали. Далее нам нужно определить, у атомов каких из указанных в ряду элементов валентные электроны находятся как на S, так и на D под уровня. Да, читаем между строк эту формулировку и просто выбираем элементы побочных подгрупп, и все. Вот, давайте, соответственно, их отметим и поймем, кто там в главной, кто в побочной находится. Германии, железо, олова. Да. Германии, железо, олова. Свинец, марганец. Вот если вы, соответственно, вспомните, то элементы главных подгрупп мы определяем по элементам второго периода, да. То есть, соответственно, углерод, например, это элемент главной подгруппы. Точно так же, как и германий, олова и свинец, которые стоят ровно под ним. Это тоже элементы главных подгрупп. А вот оставшиеся марганец и железо, это, соответственно, элементы побочных подгрупп. Они не находятся под элементами второго периода. марганец и железо это элементы побочных подгрупп до 2 и 5 вариант ответа это как то что нам нужно было выбрать в этом задании итак поехали теперь нужно определить у каких наиболее распространенных изотопов из указанных в ряду элементов составе атомного ядра число протонов арава но числу нейтрон ну давайте тут тоже немножечко с вами повспоминаем да а схематически только ладно погнали немножечко с вами о вспоминаем вообще а там мельчайшая частица вещества из себя представляет коллеги центре любого а дома находится положительно заряженное ядро а ну почему положительно заряжен потому что там тусуются положительно заряженные частички в этом ядре которые называются протоны до положительно заряженные частички протоны вот соответственно помимо протона в ядре также есть такие никак не заряженные частицы такие нейтральные которые называются нейтроны они никак не заряжены то есть они нейтральны и поэтому они нейтроны до ну и соответственно вокруг ядра у нас с вами бегают тем временем отрицательно заряженные частицы минусы которые своим зарядом по сути полностью компенсирует протоны поэтому их ровно столько же сколько и протонов понятненько это электроны да то есть у нас внутри ядра протоны положительно заряженные которые и дают заряд положительный ядру до нейтроны которые нейтральные то есть они никак не заряжены нейтроны да и соответственно электроны бегают вокруг ядра это отрицательно заряженные частицы, которые всегда в атоме ровно столько же, сколько и протонов, да, то есть у нас, видите, 3 протона и 3 электрона, потому что они должны друг друга идеально компенсировать, так, чтобы общий заряд любого атома был ноль. Понятненько? Количество плюсов протонов должно всегда равняться количеству минусов электронов. Это все ясно, допустим, да? Как же определить количество там протонов, электронов и нейтронов? Давайте скажем. Собственно, количество электронов, мы уже много раз говорили, а значит и количество протонов, это просто порядковый номер, да, то есть количество протонов равно количеству электронов, я так схематично пишу, да, и равно, соответственно, порядковый номер, вот так вот обозначу, чтобы вам было понятно, да, соответственно, порядковый номер, порядковый номер, да. Например, у бериллия 4 протона, 4 электрона. У углерода 6 протонов, 6 электронов. У серы 16 протонов, 16 электронов. У гелия 2 протона, 2 электрона. Понятненько, количество плюсов и минусов всегда должно равняться, потому что общий заряд любого атома всегда должен быть равен нулю. Вы мне спросите, Настя, как же определить количество нейтронов? Как же определить количество нейтронов? Значит, смотрите. По сути, атомная масса АР, она обозначается, складывается из чего? Из количества протонов, нейтронов и электронов. Согласны? Вот из чего у нас складывается масса всего атома. Из всех частиц, которые в нем находятся. Протоны, нейтроны, электроны. Но электроны настолько они маленькую массу имеют, которая, ну, вот 0,000000, вот такая, да, прям электроны настолько маленькие по массе, что их в атомной массе химики вообще не учитывают. И остается вот такая вот формула, да, что атомная масса у нас в основном складывается из ядра, да, то есть из протонов и нейтронов, по сути. Ну и давайте чисто логически. Давайте я вам это сюда перепишу. Сюда перепишу. Итак, ну и чисто логически. Смотрите. Например, у Птора 19 атомная масса, видим, да, 19. Протонов у него, судя по порядковому номеру, как и электронов, 9. Тогда сколько же нейтронов будет у наших замечательного атома Птора? Ну, 9, понятное дело. Согласны? 10, 19, минус 9. Вот и все. Количество нейтронов – это просто атомная масса минус протон. Вот и все, вот и все. Да, соответственно, у Птора, например, смотрите, атомная масса, округляем, 31, да, 15-й порядковый номер, то есть 15 протонов, да. Соответственно, сколько же у него нейтронов будет? Точнее, у его самого распространенного изотопа, да, сколько будет у него? 16, да. Вот нам с вами нужно выбрать, значит, те элементы, да, у которых, соответственно, количество протонов будет равняться количеству нейтронов, да. Ну и давайте, соответственно, я вам быстренько дам, не знаю, можно ли это назвать лайфхаком, количество нейтронов, чтобы найти, да. Вы просто находите разность между вот этими двумя числами, которые у вас есть в ячейке, и все. Например, соответственно, у азота 14-7, 7 нейтронов, у Птора 19-9, 10 нейтронов, да. У неона 20-10, 10 нейтронов, ну и так далее. Понятненько, да? Вот, то есть количество нейтронов – это разность между теми двумя числами, которые у вас есть, между атомной массой и протонами. Все логично, да, между атомной массой и протонами. Так, ну лядненько, поехали. Соответственно, сера, давайте ее посмотрим. У серы у нас, судя по порядку номер, 16 протонов, 16 протонов, да, и, соответственно, 32-16, 16 нейтронов, то есть сера нам уже подходит, да, у нее одинаковое количество протонов и нейтронов. Дальше поехали. В ТОР мы уже посчитали, он нам точно не подходит, правда ведь? У Птора 9 протонов, да, 9 протонов, судя по порядковому номеру, и 19-9, 10 нейтронов, 10 нейтронов. То есть не подходит. Алюминий смотрим. Алюминий. Судя по порядковому номеру, у алюминия 13 протонов в ядре, и 27-13, 14 нейтронов в ядре. Не подходит. Кремний. Значит, кремний. Вот он рядышком стоит. 14-й порядковый номер, то есть 14 протонов в ядре, и 28-14, 14 нейтронов, да. Вот, подходит нам кремний. Я максимально тут все, видите, схематично так, чтобы понятно было. 1-4. Окей. Ладненько. Поехали дальше. Поехали дальше. Итак, следующее задание. Нужно выбрать. Нужно выбрать. Атомы каких из указанных предуэлементов в основном состоянии имеют одинаковое количество неспаренных П-электронов во внешнем слое. Ну, собственно, порисуем с вами только внешний слой, да. Начнем с маленьких каких-нибудь атомов, например, в ТОР. Ну, погнали. Попробуем нарисовать конфигурацию внешнего слоя у ФТОРа. Да. У ФТОРа. ФТОР у нас с вами находится во втором периоде, то есть у него всего два слоя с электронами, второй внешний, да. Второй внешний. Именно его нам и нужно заполнять. Внешний слой. На этом внешнем слое у ФТОРа находится семь электронов, так как это элемент седьмой группы, правда ведь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нам нужно посчитать, по-моему, количество неспаренных электронов. А, нет, количество неспаренных П-электронов, да. То есть тех, которые сидят конкретно на П-подуровне. У ФТОРа, ой, прошу прощения, у ФТОРа, один всего лишь неспаренный электрончик на П-подуровне. Да, один неспаренный П-электрон. Дальше поехали. Соответственно, алюминий у нас дальше идет, да. Давайте попробуем дорисовать. Итак, алюминий у нас элемент третьего периода, то есть у него всего три слоя с электронами, третий внешний, да. Третий внешний. Так, его мы и будем заполнять. Замечательно. Соответственно, исходя из того, что алюминий – это элемент третьей А-группы, у него на внешнем слой сидит три электрона. Раз, два, три. То есть у него, кстати, тоже один неспаренный П-электрон. Поэтому, собственно, вот он ответ. Да, два, три. Так, дальше поехали. Теперь нужно выбрать, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содержат два неспаренных электрона. Да, два неспаренных электрона. Ну, водород можно, в принципе, сразу отсюда вычеркнуть. По какой причине? Да по той, соответственно, причине, что у водорода всего один электрон. То есть это у нас самый первый химический элемент, правда ли? Водород. То есть у него всего в атоме один электрон. Поэтому двух неспаренных электронов у него быть не может. Давайте порисуем с вами бериллий. Да, мы, кстати, его уже сегодня видели. Бериллий. Нам нужен внешний, опять же, слой. Ну, погнали. Да? Итак, тут, конечно, не написано, что у нас, что нам необходим внешний слой. Но у элементов главных подгрупп неспаренные электроны могут быть только разве что на внешнем слое. А предвнешние слои у них там все заполнены. Так, ну, лядненько. Ну, давайте попробуем внешний слой бериллия нарисовать. Итак, бериллий у нас находится во втором периоде. То есть у него второй слой внешний. Да? Соответственно, бериллий находится во второй группе. Значит, у него два электроника на внешнем слое. То есть вот так вот выглядит конфигурация его внешнего энергетического уровня. Да? У него вообще нет неспаренных электронов. У него они все спаренные. Поэтому, соответственно, бериллий нам с вами тоже как и водород не подходит. Дальше давайте попробуем нарисовать серу. Серу попробуем нарисовать. Так. Соответственно, сера. Сера находится у нас с вами в третьем периоде. Да? То есть у нее всего три слоя с электронами. Третий внешний. Вот давайте этот внешний третий слой попробуем с вами заполнить. Заполнить. Итак, на внешнем слое у серы, так как это элемент шестой, а группы, сидит шесть электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам нужно что? Нам нужно, чтобы было два неспаренных электронов. Вот у серы как раз-таки два неспаренных электронов. Поэтому сера нам что? Подходит. Да? Это первый наш вариант ответа. Ну, а второй это вот либо банадий, либо титан. Да? Ну, давайте с вами зарисуем. Ну, кого? Ну, банадий порисуем. Банадий сегодня мы не рисовали еще. Полностью. Полностью. Банадий и титан это уже элементы побочных подгрупп, поэтому у них неспаренные электроны и не только на внешнем слое могут находиться. Итак, соответственно, банадий имеет у нас 23-й порядковый номер, то есть у него всего 23 электрона в атоме. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, дальше едем сюда, 19, 20, 21, 22, 23. Печально, но у Банадия 3 неспаренных электрона, а нам нужно 2. Поэтому Банадия не подходит, и методом исключения остаётся Титан. Согласны, мы его сегодня уже с вами рисовали, поэтому, я думаю, рисовать больше не имеет смысла. Да, рисовать больше не имеет смысла. Собственно, у Банадия, вы посмотрите, у Банадия 23 электрона, да, а у Титана 22 электрона, то есть на 1 просто меньше. Поэтому у Титана 2 неспаренных электрона, собственно, да? Сразу видно, как говорится, да? Итак, поехали дальше. Нужно определить атомы, каких из указанных в ряду элементов имеют сходную конфигурацию внешнего энергетического уровня. Ну, поехали, да? Сходная конфигурация внешнего энергетического уровня. Вот, давайте внешний уровень попробуем опять-таки у разных элементов с вами зарисовать. Итак, ну и начнём с маленьких каких-нибудь атомов, пусть это будет, маленьких по количеству электронов на внешнем слое, пусть это будет рубидий. Итак, погнали. Рубидий. Значит, рубидий у нас с вами находится в пятом периоде, правда ведь? Да, то есть у него всего целых пять слоев с электронами, пятый внешний. И на этом пятом слое, судя по номеру группы, да, у Берелия находится всего лишь один электрончик. Бам! Всё. То есть 5С1. Вот так выглядит внешний слой урубидия, да? 5С1, или если мы это схематично представим, НС1. Значит, НС1. Дальше, поехали дальше. Давайте с вами магний порисуем. Его внешний слой. Да, магний находится у нас с вами в третьем периоде, то есть у него всего три слоя с электронами, да, третий внешний. Вот, давайте его зарисуем. Третий внешний. Так, и на этом внешнем уровне у магния, судя по номеру группы, в которой он находит, посидит два электрона, да? Соответственно, раз и два. Всё. То есть вот таким вот образом выглядит конфигурация у магния на внешнем слое 3С2. 3С2, или более так схематично, да, НС2. Значит, НС2. Окей, дальше, дальше. Соответственно, алюминий давайте зарисуем. Алюминий. Алюминий, кстати, тоже как и магний, находится у нас в третьем периоде. То есть у него три слоя с электронами, значит, третий внешний для него. Вот его мы и будем сейчас заполнять. На внешнем, на третьем слое у алюминия находится, судя по номеру группы, 3 электрона. 1, 2, 3. То есть его конфигурация выглядит вот так. 3С2, 3П1. Согласны? 3С2 электрончика, 3П1 электрончик. Или вот так. НС2, НП1, да? НС2, НП1. Пока ничего не повторяется. Но это всё пока. Фосфор, давайте скажем. Фосфор. Так, фосфор. Соответственно, у фосфора, который находится в третьем периоде, то есть у него тоже третий слой внешний, всего три слоя с электронами, у фосфора находится, судя по номеру группы, в которой он располагается, пять электронов на внешнем слое. Раз, два, три, четыре, пять. То есть его конфигурация, сокращённая, выглядит вот так. 3С2, 3П3. Или НС2, НП3, да? НС2, НП3. Марганец, в отличие от всех предыдущих элементов, это элемент побочной подгруппы. А у элементов побочных подгрупп, у них в основном два электрона на внешнем слое сидит, если, конечно, у них нет провала электронов, тогда один, да? Вот, давайте попробуем с вами зарисовать марганец и в этом убедиться. Итак, соответственно, марганец, 25-й порядковый номер, то есть у него 25 электронов в атоме. Да? 25 электронов в атоме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Вот так вот у нас выглядит конфигурация марганца. Если я оговорилась, назвала его магнием случайно, извиняйте. Итак, соответственно, внешний уровень, вот он у марганца, и конфигурация его внешнего уровня 4s2, или по-другому ns2. Точно такая же, как и у магния, да? Поэтому вариант ответа здесь, конечно, 1-2. Дальше. Нужно определить, атомы каких из указанных предуэлементов в основном состоянии имеют одинаковое число p-электронов во внешнем электронном слое, да? Ну, собственно, поехали. Ну, собственно, поехали, да? Так, ну, в принципе, методом исключения тут очень легко сделать. По двум причинам, да, по двум причинам. Давайте эти причины обрисуем, да, чтобы не разрисовываясь конфигурацией. Все-таки лень должна иногда побеждать, правильно говорю? Итак, посмотрим с вами на калий. Калий и сразу на кальций. Калий и кальций. Соответственно, у калия 1 электрон на внешнем слое. У кальция 2 электрона на внешнем слое, да? То есть их конфигурации как будут выглядеть? У калия ns1, у кальция ns2. То есть у них заполнение конфигурации на внешнем слое ограничится s под уровнем, да? У них электрончики закончатся на s под уровнем. Вот. До p электронов, ой, до p под уровня им электронов вообще не хватит. Правильно? Вот поэтому у них на внешнем слое вообще не будет p электронов. У них там чистая s-орбиталька с одним или двумя электронами. Соответственно, p-орбитальки у них не заполненные, да? Не заполненные. Поэтому p электронов у них нет. Это так называемые s-элементы, да? Потому что заполнение конфигурации у них оканчивается s под уровнем, да? Еще разочек. Значит, вспоминаем, как выглядит наша конфигурация, да? Вот. То есть у, значит, у калия будет вот такая вот ситуация. У него 1 электрон на внешнем слое. А у кальция будет вот такая ситуация. 2 электрона на внешнем слое, да? Поэтому до p под уровня им электронов не хватит. До p под уровня как бы должно быть минимум 3 электроничка. Ну, вы поняли, я надеюсь, идею, да? Чтобы мы не рисовали конфигурации, потому что мы это в целом уже с вами делали. Вот. Но если хотите, можем зарисовать их конфигурации внешнего слоя. Итак, соответственно, калий находится у нас в четвертом периоде. То есть четвертый слой для него внешний. На этом четвертом слое у калия сидит, судя по номеру группы, 1 электрон. То есть вот как выглядит конфигурация внешнего слоя у калия. Да? Вот она как выглядит. p электронов на внешнем слое у него нет вообще. Только 1s электрончик. Поэтому калий вычеркиваем. Далее. Соответственно, кальций. Аналогичная ситуация. Кальций находится в четвертом периоде. То есть у него всего 4 слоя с электронами. И четвертый является, соответственно, внешним. На этом внешнем слое сидит, судя по номеру группы, 2 электрона. Раз, два. Все. Вот она конфигурация внешнего слоя у кальция. То есть у него только 2s электрончика. 2 электрончика, которые сидят, посиживают на s орбитальке. p электронов у него нет вообще. У него p орбитальки, p под уровень у него не заполнено. Дальше. Марганец мы с вами вроде бы только что рисовали. Марганец. Вот он. На внешнем слое у марганца, вот на него еще разочек глазками посмотрите, находится всего лишь 2s электрон. То есть нет у него p электронов совсем. Поэтому методом исключения остаются варианты 2 и 3. Тем более, как мы можем понять, что бром и йод действительно являются ответом здесь. Почему у них одинаковое количество p электронов по внешнем слое? Все очень просто, потому что хлор и бром, ой, или кто у нас там? Бром и йод, извиняюсь. Бром и йод. Это элементы, которые расположены друг под дружкой. Да? То есть в одной группе, в одной подгруппе. Поэтому у них 100% схожие конфигурации. У них одинаковое количество электронов на внешнем уровне сидит. Правильно? Поэтому 100% строение внешних оболочек у них одинаковое. Так, хорошо. Ну, соответственно, 20-й вариант, 20-е задание. Смотрим. Нужно выбрать два элемента. Анионы. Пам-пам. Наконец-то. Анионы которых имеют электронную конфигурацию атома криптона. Но мы с вами сегодня уже говорили, правда ведь, что катионы склонны образовывать металлы, а анионы склонны образовывать неметаллы. Поэтому мы будем выбирать неметаллы. Да? Кальций вычеркиваем нафиг. Это металл, он склонен образовывать положительно заряженные частички, то есть катионы. Так. Ну, собственно, погнали. Да? Из оставшихся четырех вариантов ответа это кремний, селен, кто еще, азот, бром. Из вот этих оставшихся четырех вариантов ответа нам нужно выбрать те, которые имеют электронную конфигурацию, точнее, анионы которых имеют электронную конфигурацию атома криптона. То есть, по сути, нам нужно выбрать два неметалла, которые ближе всего к криптону расположены. Это, собственно, селен и бром. Все, да? У селена 34-й порядковый номер, 34 электрона, а у криптона 36 электронов. То есть селену нужно всего-навсего принять два электрона, чтобы сделать свою конфигурацию такой же идеальной, как у криптона. А брому с его, соответственно, 35-ю электронами нужно принять всего лишь один электрон до 36-ти. И тогда у него конфигурация будет, как у криптона. Вот, собственно, как-то так. То есть, да, к этим неметаллам у нас ближе всего по порядковому номеру расположен благородный газ криптон. Поэтому они будут стремиться именно к его конфигурации. Понятненько, да? То есть, как мы сказали, селен и бром. Два, пять. Дальше поехали. Нужно выбрать атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии имеют одинаковое число неспаренных электронов. Так, одинаковое число неспаренных электронов. Ну, давайте поиграемся. Да? Итак. Вот уже, по-моему, третий вариант с подобным ответом. Поэтому давайте с вами проверим. Варианты 2 и 3. Ну, так, на всякий случай. Итак, углерод. Углерод. Попробуем зарисовать его внешний слой, да? Потому что, как мы уже с вами говорили, у элементов главных подгрупп, у них, соответственно, только внешний слой может содержать неспаренные электроны. А все предвнешние слои, они обязательно полностью заполнены, да? Итак, соответственно, углерод у нас находится во втором периоде. То есть, второй уровень, да, второй слой для него является внешним. Второй слой для него является внешним, да? И, соответственно, на этом внешнем слое у углерода, судя по номеру группы, в которой он стоит, 4 электрона. Раз, два, три, четыре. Все. То есть, как вы видите, у углерода в атоме 2 неспаренных электрона, да? Первый уровень смысла рисовать нет, он будет вот такой всегда. Да, 1 из 2. Ну, как я уже и сказала, собственно. То есть, 2 неспаренных электрона. И кислород. Кислород. Значит, посмотрите внимательно. У кислорода 8-й порядковый номер. У углерода 6-й, 6 электронов. У кислорода 8-й, 8 электронов. Раз, два, три, четыре. Ой, господи, прошу прощения. 8 электронов – это всего в атоме, разумеется, да? Кислород, так как он находится у нас с вами в 6-й группе, у него 6 электронов на внешнем слое. То есть, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, как вы видите, у кислорода, соответственно, тоже 2 неспаренных электрона. Да? 2 неспаренных электрона. Точно так же, как и у углерода. Поэтому выбираем варианты ответа 2 и 3. Просто они что-то уже в третьем варианте повторяются, да? Поэтому сразу как-то вот бросаются в глаза. Правда ведь? Так, наша любимая формулировка. Нужно определить у атомов, каких из указанных в ряду элементов валентные электроны как на S, так и на D подуровнях находятся. То есть, короче, просто выбираем тех, кто находится в побочных подгруппах. Итак, ну, собственно, погнали. Давайте с вами выделим для начала элементы, которые у нас есть. Это углерод, железо, олова. Значит, свинец и хром. Вот, давайте посмотрим, кто из них в главной подгруппе, кто из них в побочной. Нам нужно выбрать в качестве варианта подмета тех, кто в побочке, да? А ориентируемся мы с вами всегда на элементы второго периода, да? Вот, то есть они находятся в всех главных подгруппах, в том числе углерод, да? Вот, вот эта линия, которая пересекает углерод, вот она как раз-таки содержит элементы главных подгрупп. Это углерод, олова и свинец. То есть они нам точно не подходят. Это элементы главных подгрупп. А вот железо и хром – это элементы побочных подгрупп, да? Они нам, соответственно, подходят, как вы видите, в качестве вариантов ответа. Да? Элементы побочных подгрупп. Дальше поехали. Теперь нужно определить, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содержат целых три неспаренных электронов. Ну, давайте погнали. Собственно, кальций. Начнем с него, да? Будем опять же с вами рисовать только внешний слой, потому что неспаренные электроны у элементов главных подгрупп могут быть только на внешнем слое и нигде больше. Да? Потому что, чтобы до внешнего слоя добраться, нужно все предвнешний заполнить. Как бы логично. Итак, кальций. Начнем с него. Кальций. Кальций – это у нас с вами элемент четвертого периода, то есть у него всего четыре слоя с электронами. Четвертый – внешний для него. И на этом четвертом слое у него сидит два электрона. Раз, два. То есть вот так вот выглядит конфигурация внешнего энергетического уровня у атома кальция. Да? Четыре С2. Что нам нужно? Нам нужно выбрать те атомы, у кого три неспаренных электрона. Ну, у кальция нет трех неспаренных электронов, поэтому кальций, к сожалению, в пролете. Едем с вами дальше. Фосфор. Соответственно, фосфор. Погнали. Так. Фосфор находится в третьем периоде, то есть у него всего три слоя с электрончиками. Третий – внешний. Да? Третий – внешний. Его мы и будем заполнять сейчас. На этом внешнем третьем слое у фосфора сидит пять электронов, судя по номеру группы. Раз, два, три, четыре, пять. И как вы видите, у фосфора, соответственно, три неспаренных электрона, как нам и нужно. Поэтому фосфор нам подходит. Ну, и сразу вот, даже рисовать ничего не буду, смотрим на следующий элемент – азот. Азот находится в одной группе, в одной подгруппе с фосфором. Да? Это о чем нам говорит? Это говорит нам о том, что они братья по крови, да? Что у азота и фосфора схожие электронные конфигурации, да? Просто азот, в отличие от фосфора, находится во втором периоде, поэтому у него будет вот так вот. И вся разница, да? То у азота, что у фосфора, судя по номеру группы, пять электронов на внешнем слое. Поэтому строение внешней вот этой вот оболочечки, да, строение внешнего уровня у них будет абсолютно одинаковое. И у азота точно так же будет три неспаренных электрона на П-подуровне. Поэтому вариант ответа 2-3 нам точно подходит, да? Дальше поехали. Нужно определить атомы, каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содержат одинаковое число неспаренных С-электронов. Да? Одинаковое число неспаренных С-электронов. Ну, в принципе, поехали. Хотя уже тут сразу видно вариант ответа. Давайте скажем, почему. Итак, значит, давайте посмотрим на водород. На водород. Да? Водород у него, в принципе, всего один электрон в атоме, который логично неспаренный. То есть вот такое строение у него, да? Вот такое. Один С-один. Один неспаренный электрон. Один неспаренный С-электрон. Ну и кое-что интересное мы с вами также знаем про атом меди. Если вы вспомните, да? Медь, ром, серебро. Это вот что у нас за элементы такие? Это элементы, атомы которых содержат в своем составе провал электронов. Да? Правда? Вот. Поэтому у меди, по сути, на внешнем уровне должно быть все. Вот такое строение внешнего уровня у меди, да? Но из-за провала электрона у меди оно вот такое. Бам! 4С1. То есть у меди тоже один неспаренный электрончик на С-подуровне. Один неспаренный С-электрон. Из-за провала электрона. Не было бы провала электрона, было бы два электрона на внешнем слое. Понятненько, да? То же самое. Один неспаренный электрон на внешнем слое у хрома. Один неспаренный электрон на внешнем слое у серебра. Из-за провалившегося второго электрончика. Вот и все. Поэтому сразу можно варианты 2.4 выбрать. Дальше. Нужно выбрать атомы каких из указанных предоэлементов в основном состоянии не содержат вообще неспаренных электронов. Ну, сразу бросился в глаза единственный тут благородный газ. Айдол, да? Это аргон. Это аргон. Мы с вами уже сказали, да? Чем отличаются у нас благородные газы от всех остальных элементов. Благородные газы, инертные газы, они отличаются тем, что они идеальны. Они имеют идеальное строение своих электронных оболочек. Понимаете? Идеальное. Идеальное. То есть у них все электроны спаренные. У них полностью завершенные, значит, электронные конфигурации. Понятно? Все электроны спаренные. То есть они не содержат одиноких, неспаренных электронов. У них все четенько. Поэтому аргон нам точно подходит. Так. Ну, давайте попробуем зарисовать еще раз. Мы снизу вверх пошли. Цинк. Да? Цинк. 30-й порядковый номер. Соответственно, у него 30 электронов в атоме. Ну, поехали. 30 электронов в атоме. Снизу вверх, как всегда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Едем на 4С под уровень. Девятнадцать, двадцать. Теперь сюда. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Бам! Внимательно посмотрите. Окиньте глазками конфигурацию цинка. Он не содержит неспаренных электронов. Одиноких. Вообще. Да? Поэтому он нам точно так же подходит. И вариант ответа здесь 4-5. Дальше. Теперь нам нужно выбрать. Да? Атомы каких из указанных в ряду элементов? В ряду. Отделен пишется. Значит, в возбужденном состоянии имеют электронную формулу внешнего энергетического уровня. Тоже отдельно пишется, кстати. НС1, НП2. Давайте переведем вот эту вот формулу на русский язык. Смотрите. Что такое НС1, НП2? Не смотрите на то, что возбужденное состояние, на количество электронов на внешнем уровне. Это, как правило, у нас не влияет. Ну и давайте, скажите мне, пожалуйста, глядя на вот эту вот формулу, сколько электронов находится в данном случае на внешнем уровне? Сколько же электронов находится в данном случае на внешнем уровне? Помните, я вам в самом начале вебинара говорила, что вот эти вот верхние индексы – это, по сути, электроны. То есть, 1 плюс 2 – вот эта вот формула говорит нам о том, что 3 электрона сидят на внешнем слое. 3 электрона сидят на внешнем уровне. У кого у нас 3 электрона на внешнем уровне? У тех, кто находится в третьей А-группе. Это бор, алюминий, галлий и так далее. Вот у них 3 электрона. То есть, вариант ответа здесь 2-3. Все. Вот, собственно, как-то так. Понятненько, да? То есть, вот эта вот запись говорит нам о том, что на внешнем слое 1 плюс 2 – 3 электрона сидят. А 3 электрона на внешнем слое у нас у тех, кто находится в третьей А-группе. Это бор, алюминий, галлий и прочие. Да? 27-й вариант. Поехали. Нужно определить, катионы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную конфигурацию, совпадающую с электронной формулой атома неона. Да? Во-первых, мы с вами уже говорили, правда ведь, что катионы в основном склонны образовывать металлы. Поэтому не металлы, углерод и азот я вычеркну пока. Итак, магний, алюминий и литий. Смотрим на них. И ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. А какой же благородный газ, судя по порядковому номеру, ближе всего расположен к литию? Какой благородный газ ближе всего к литию? У лития третий порядковый номер, а у ближайшего по порядковому номеру благородного газа второй. Да? Литий третий, гелий второй. То есть литий будет склонен образовывать катион с конфигурацией гелия. Да? Литий будет стремиться к строению гелия, а не неона, как нам пишут условия задания. Поэтому остаются только варианты магний и алюминий, то есть три-четыре. Давайте проверим на всякий случай. Соответственно, магний и алюминий. Двенадцатый и тринадцатый элемент соответственно. Двенадцатый и тринадцатый. Естественно, ближайшим для них благородным газом будет неон. Десятый. Да? Вот. Поэтому они будут стремиться к его электронной конфигурации. Вот и все. Так. И нам как раз тут и нужно это было выбрать. Катионы каких из указанных в ряду элементов будут иметь конфигурацию такую же, как у неона. Итак, поехали дальше. Теперь нужно сказать, точнее определить элементы, атомы которых в основном состоянии имеют сходную конфигурацию внешнего энергетического уровня. Ну, давайте посмотрим. И тут опять же встречается момент, который нам уже буквально парочку заданий назад встречался. Напомню вам его. Но для начала задам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, у кого, у каких конкретно элементов один электрон всего лишь находится на внешнем уровне? У каких элементов на внешнем уровне сидит всего лишь один электрон? Первое. Это элементы первой А-группы. То есть это водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий в Франции. Да? То есть вот у рубидия один электрон. Он находится в первой А-группе, поэтому у него на внешнем слое всего лишь один электрон. И у кого еще один электрон сидит на внешнем слое? У хрома, меди, серебра и так далее. Да? Там много на самом деле элементов. Да? Рутений, молибдем. Но крайне сомнительно, что они встретятся вам в ЕГЭ, честно говоря. Да? Ну, а если и встретятся, то в любом случае, либо методом исключения, либо рисуя непосредственно их конфигурации, вы задание сделаете. Так. Вот. Вот у этих товарищей из-за того, что у них реализуется провал электрона, проскок электрона, да? Из-за того, что один из двух электронов у них падает вниз, у них на внешнем уровне остается сидеть всего лишь один электрон. Да? То есть еще раз. Один электрон на внешнем слое. У кого? У элементов первой А-группы, понятное дело, они находятся в первой А-группе, у них один электрон на внешнем слое. И у тех, у кого провал электрона. У них должно быть, по сути, два электрона, но один провалился. Поэтому только один электрон остался сидеть на внешнем уровне. Все. Поэтому я выбираю, соответственно, рубидий. Это элемент первой А-группы. У него один электрон на внешнем слое. И хром. У него провал электрона. Да? Поэтому только один электрон остается из-за этого сидеть на внешнем слое. Окей. Хорошо. Дальше поехали. Нужно определить, атомы каких из указанных в ряду алиментов в основном состоянии имеют одинаковое количество неспаренных П-электронов во внешнем электронном слое. Ну, погнали. То есть будем опять внешний слой рисовать, да? Ну, давайте, пожалуй, наверное, начнем с маленьких атомов. Это фтор и азот. Ну и алюминий, ладно. Итак, фтор. Поехали. Фтор. Значит, фтор, посмотрите, пожалуйста, у нас находится с вами во втором периоде. То есть у него всего в атоме два слоя с электронами, второй внешний. Да? Второй внешний. И на этом втором внешнем уровне у него сидит, посиживает, судя по номеру группы, семь электронов, да? Семь электронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что нам с вами нужно? Нам с вами нужно количество неспаренных П-электронов, да? То есть смотрим мы только на П-подуровень. Неспаренных электронов на П-подуровне у него одна штучка. Один неспаренный П-электрон. Дальше давайте азотик порисуем. Азотик, да? По сути, присмотритесь. Внимательно. Ой. Значит, азот. Азот. У него седьмой порядковый номер, то есть у него всего семь электронов в атоме, но мы договорились рисовать только внешний слой, поэтому давайте про внешний. У азота всего два слоя с электронами, судя по номеру периода, да, в котором он находится, два слоя с электронами, то есть второй внешний. На этом внешнем слое у азота сидит, судя по номеру группы, пять электронов. Раз, два, три, четыре, пять. То есть у азота целых три неспаренных П-электрона. Дальше поехали. Алюминий, тоже маленький атом, давайте его нарисуем. Алюминий. Алюминий. Ну, погнали. Соответственно, алюминий у нас с вами находится в третьем периоде, то есть третий слой, это его внешний слой. Третий слой внешний. Так, и на этом внешнем слое у него сидит три электрона, судя по номеру группы, да? Раз, два, три. То есть, как мы видим на П-подуровне, у него находится только один неспаренный электрон, да? Точно так же, к слову, как и у Фтора, поэтому вариант ответа один, три. У них одинаковое количество неспаренных П-электронов, то есть одна штучка. Дальше. Последнее, тридцатое задание из тридцатого варианта, да? Про нейтроны, кстати. Определите у наиболее распространенных изотопов каких из указанных в ряду двух элементов в составе атомного ядра число протонов равно числу электронов. Запишите номера выбранных элементов. Ну, собственно, поехали. Начнем в порядочку. Натрий. Натрий. Сколько уже у него протонов и электронов? Значит, посмотрите, пожалуйста. У натрия, судя по порядковому номеру, 11 протонов и электронов. Да? И сколько же у него нейтронов? Повторюсь, что количество нейтронов очень легко найти, просто вычитая из... Просто находя разность между вот этими двумя числами, да? Вычитая из атомной массы число протонов. Значит, 23 минус 11 – это 12. 12 нейтронов у натрия. Они не совпадают, поэтому натрий нам что? Не подходит. Дальше поехали. Кислород. Кислород. Да? Судя по порядковому номеру, у кислорода 8 протонов в ядре, да? Напоминаю вам, количество протонов и электронов, плюсиков и минусиков, всегда должно быть в атоме равно. Да? Протоны и электроны, плюсики и минусики компенсируют друг друга. Их должно быть одинаково. Поэтому у него 8 протонов, 8 электронов. А сколько же у кислорода нейтронов? 16 минус 8 – 8 штук тоже. Они совпадают количественно, поэтому кислород нам подходит. Дальше поехали. Алюминий. Алюминий. 13 протонов. 13 протонов. И 27 округляем минус 13 – 14 нейтронов. Не совпадают, поэтому алюминий не подходит. Да? Торн. Торн. 9 протонов. 9 протонов. И 19 минус 9 – 10 нейтронов. Не совпадают, поэтому вторнам не подходит. Ну и методом исключения остается кремний. Давайте проверим на всякий случай, да? Все надо, когда будете сидеть на экзамене, перепроверять. Да? 14 протонов у кремния, судя по его порядковому номеру. И 28 минус 14 – 14 нейтронов тоже. Совпадают. Все прекрасно. Вот как-то так. Ну что, котятки, решили мы с вами все задания из 30 вариантов сборника Добротина. Все задания типа 1. Вот. Напоминаю вам о том, что у меня есть крутейший телеграм-канал. Обязательно на него подписывайтесь, да? Забирайте крутейшие всякие материалы авторские в закрепленном сообщении этого телеграм-канала. Ну и не добывайте, пожалуйста, о том, что у меня есть основной курс, на который вы можете записаться и пройти со мной всю химию с нуля, так, чтобы это было понятно, логично, без заучивания реакций, да? И, собственно, с полным пониманием предмета. Я вам даю на своем курсе всю абсолютную теорию, причем как на вебинарах, да, которые сохраняются у вас до окончания обучения, так и в виде авторских материалов абсолютно вся теория красиво упакована, да, и проиллюстрирована. И практику, естественно, всю необходимую я вам даю в виде домашек, в виде пробников, в виде марафонов, да, дополнительной практики в виде тренажеров. В общем, короче говоря, будьте в шоколаде. Вот, поэтому записывайтесь ко мне. Я знаю, что вы точно совершенно об этом не пожалеете. Записаться ко мне можно по ссылочке в описании к этому ролику. Вот внизу, вот там вот, да? По ссылке в описании. Вот, там есть мой телеграм-бот. Можно записаться через него. Там есть наша группа ВКонтакте, да? Можно написать сообщение в нашу группу ВКонтакте и записаться через нее. Либо узнать все подробности курса, если вы, например, сомневаетесь и не знаете, подходит ли вам это. В любом случае, все мы с вами сегодня огромные молодцы. Настало время немножечко отдохнуть, поэтому идите скорее, котята, отдыхайте. А я жду вас в следующих роликах на этом канале и на открытых трансляциях. До скорых встреч и пока-пока!